Несмотря на то, что бюджетные учреждения предоставляют государственные и муниципальные услуги и не занимаются предпринимательской деятельностью, тем не менее и они являются плательщиками отдельных видов налогов – НДФЛ, налога на имущество, земельного налога. В прошлом году ими было перечислено в областной бюджет 2,5 миллиарда рублей. Но не всегда бюджетные учреждения платят налоги вовремя. Платежная дисциплина в прошлом году и особенно в этом году значительно ухудшилась. Общая задолженность бюджетных учреждений, находящихся в региональной и муниципальной собственности, на 1 января 2012 года составляла 36 миллионов рублей, на 1 апреля уже 62 миллиона рублей, и на 1 мая она немножко снизилась, а на 21 мая уже составляет 53 миллиона рублей, то есть ростом к началу года на 42%. В числе наиболее крупных должников были названы Брянский, Навлинский, Камарический, Почебский и Суражский районы. Главы этих муниципальных образований в режиме видеоконференц-связи проинформировали губернатора о причинах наличия задолженности и сроках ее погашения. Также по каждому из районов должников Николай Денин привел цифры роста областной помощи и собираемости налогов. При таких данных о задолженности и речи быть не может. Я еще раз прошу, давайте не доходить до нецелевого использования денежных средств. Если кто-то видит, что действительно что-то не так просчитали, и заведомо меньше в межбюджетных взаимоотношениях получает муниципальное образование, пожалуйста, внятно разберитесь, изложите, если кого-то действительно ущемили. Но при таком росте поступления и собственных доходов, те цифры, которые должны, они вообще не вяжутся абсолютно. И попрошу руководителей областных учреждений разобраться с каждым учреждением, что на самом деле происходит. На все выяснения и проверки областным чиновникам губернатор дал срок до 1 июля.